Рассказывать У него было четверо детей и жена 29 лет А еврейские женщины, вы, конечно, это знаете, носили так платок, уши были с этой стороны У нее была длинная коса до земли, была она там В это время ворвались казаки на конях, на лошадях этих, с саблями, погромы были И он дал, а у нее коса выпала, потом люди говорили, что он хотел косу ей отрубить вот так с саблей А он ей голову снял, и вот он дед с четырьмя детьми тогда маленькими остался До войны у моей мамы вообще трагедия произошла, ей было 15 лет, 37-й год Вы, наверное, знаете, Шана Шашимвешева Ночью приехал Черный Воронок называли, НКВД И зашли к ним в квартиру, документы Мамин отец, ему было 37 лет Подал документы, его забрали Утром они побежали, там тюрьма прямо в центре города была Это тоже психологический фактор, потому что там так издевались над этими людьми, что крики всю ночь были И все люди все это слышали, город небольшой был Возьмите, они вошли, и они вошли. И вот они вошли. Когда они вошли, они вошли, все время. Не было ничего к себе. Возьмите, это история, что в час, в три днях, не было ничего в голове. Все время они в дороге. Когда они приехали в Ростов, один из-за того, что все время было быстро, то они хотели увидеть их. В частности, они приехали в Ростов, но они приехали в жизни. Они сказали, что они пришли к нам. И к душе уже на ногах, они получили маку, когда он вышел. Так они приехали в Узбекистан. Конечно, когда они после войны вернулись, все было разрушено. Какие-то места, какие-то квартирки были. Каждый поселялся, где он мог, кто возвращался. Времена были, конечно, страшные во всех отношениях. Единственное, как говорится, надо молить Бога и просить Бога, чтобы не было войн здесь. Я тоже ощущаю неповторимую любовь к тем людям, которые приложили столько усилий, и что мы могли приехать сюда. Большое-большое спасибо. Я стояла, было такое ощущение, что меня кто-то взял и привел сюда. Да, эти люди, которые создали этот центр, этот институт ЦИОН, они сделали большое, огромное дело. И это будет, конечно, веками помнится. Потому что видят, как заботятся о тех, которые пережили катастрофу, которые могут еще, как говорится, рассказать.